Переходим туда, скорее всего, и поедут на передние Солучили вакадры? Да Да, я, да Ну все, да, да Алексей Горьков Соколируем программу Мутимаймис Вы работаете в программе А что касается Ну, бой, изберем Тренер 6 А, девушка, она не пойдет Она не пойдет А, девушка, слышите, нормальные? Вот, вот, вот Вот, вот Девушка, девушка 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 Вы кто такие? Представьтесь, пожалуйста У нас еще, мы заходим на кормежку Время не пришло Ну, что, что такое? 6 человек 6 человек Это что, захват? Это захват, что вы предупреждаете, сколько человек может зайти Значит, заходим сколько хотим Вы разрешили, да? Тренера Тренера сейчас стоят Хотя бы объясняли, зачем Что это Накормите Что? Ну, я сейчас здесь Я возле этого Я подошел Я подошел Вот сюда А я вот мужчину не пустили Все Заходите Так вот Двое слово Ключевое слово Двоих В шестерых Только что Двое слово В шестерых Двое слово Одну девушке Я боялся Двое слово Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Виктор Иванович Он взял под охрану все переданные ему имущества Значит, доступ сотрудников дельфинарии Есть список, который подал товарищ Банов И все эти сотрудники будут в течение пяти минут допущены к дельфинам То есть, всего чужих нет, только наших А действительно вы видели, куда они убежали Вы правильно понимаете договоренности, которые были достигнуты вчера в администрации и выполнены в полном объеме? Ну, долго-то, но тем не менее мы добились своего наконец-то и в общем-то... Уважаемые товарищи, во избежание наведения должного порядка, пока мои сотрудники не знают вас лично в глаза, первый там день, или давайте мы определим порядок, бейджик будет установлен, и пока с документами допуск на территорию всех специалистов, тренеров и обслуживающих персонала в соответствии с этим списком будет проводиться индивидуально каждым. И прошу при этом соблюдать порядок. Уважаемые севастопольцы, давайте мы покажем свою дисциплинированность. Спасибо, представьте. Орлов Виктор Иванович, директор частного охранного предприятия. Спасибо. Город Севастопольцы. Город Севастопольцы, да, да. Все нормально, не переживайте. Орлов, не переживайте. Орлов, все нормально. Главное, что не Орлов убегает с той стороны. Все-таки, первый этап борьбы наконец-то завершен. Рейдерская атака, которая была пока отбита. Сейчас нам нужно все-таки от вас, чтобы вы нас продолжали поддерживать. Потому что сейчас будет, как опять-таки, что такое рейдерская атака. Это означало налететь, захватить, а потом в суде тянуть всю оставшуюся жизнь. Этот пока у них сценарий не прошел. Ну, администрация, видимо, не знала, как она заявляет о том, что здесь беспредел творится. Ну, это на их совести. Поэтому сейчас первый этап прошел. Вроде они, значит, ну, выполнили то, что они пообещали. То, что мы вчера вот с Иваном, большое ему спасибо за то, что он нас поддержал и проводил все эти... Без его помощи, конечно, нам было бы еще намного тяжелее. Также спасибо и нашим севастопольским депутатам, которые к нам пришли, поддержали. И вам, людям, которые пришли, и нас поддержали. Огромное вам спасибо. Без вас Севастополь бы не отстояли. Спасибо. Без вас Севастополь! Без вас Севастополь! Ну, а дальше следите за новостями. Мы скрывать ничего не будем от города. Будем все выкладывать в издание и приглашать корреспондентов. Если вдруг что-то случится, я думаю, вы также все дружно нас поддержите. Еще раз вам огромное спасибо человеческое. Спасибо. 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 Продолжение следует...